Броневой ударный батальон. Так называется выставка моделей бронетехники, которая открылась сегодня в городской детской библиотеке номер один. Авторы представленных моделей – известный тагильский блогер и краевед Алексей Хлопотов и инженер-конструктор Уральского КБ транспортного машиностроения Михаил Пиценко. Первые зрители – студенты Горного колледжа. Они с интересом ознакомились с миниатюрными отечественными машинами во главе с новейшей арматой, а также с танками иностранных армий. Изучение бронетехники и истории пойдет на пользу подрастающему поколению, считает Алексей Хлопотов. Модели танков весьма близки к оригиналам. Михаил Пиценко изготовил модель арматы, а для реальной машины сконструировал ходовую часть. Алексей Хлопотов совместно с иностранными партнерами разработал и вывел на рынок модель танка Т-90А. И эта модель, она просто взорвала рынок. После ее выхода практически все производители обратили внимание на нашу российскую бронетехнику. Кроме того, мы качественно подняли уровень модели. Она была очень точная, очень деталированная, соответствовала геометрии, облику танка в максимальной степени. И, соответственно, уже другие производители, чтобы не опускать планки, старались выпускать такие же качественные модели. Работать с иностранными партнерами было непросто. Например, те долго не хотели соглашаться тиражировать другую модель – танк Т-90, оборудованный бульдозерным отвалом. Истории бывают самые разнообразные, связанные с разработкой модели. Вот, допустим, модель танка Т-90А, на которой прикреплен бульдозерный скрепер – это БС-86. И, конечно, вот с таким вот инженерным оборудованием модель смотрится вообще очень так интересно, очень живо. Но когда я попросил фирму сделать этот бульдозерный скрепер, директор первоначально ответил, что с этим бульдозером так будет выглядеть, дословно цитирую, «не так величественно». Ну, может быть, конечно, особенность перевода с китайского, но тем не менее. И стоило больших усилий убедить, чтобы сделали. Выставка «Броневой ударный батальон» будет работать до конца марта. Леонид Кононов, информационное агентство «Новый город».